Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике опровергло версию о несчастном случае с группой альпинистов на Эльбрусе, которую назвал один из организаторов тура. Несоответствие хронологии трагичного восхождения нашли в интервью представители фирмы и ведомства BFM, RU. Так, по словам старшего гида команды, Эльбрус Гайд, Денис Алимова, восхождение совершалось в погодное окно, проблемы возникли только при спуске с вершины. При резком ухудшении погоды гиды приняли решение возвращать группу вниз, однако движение участников замедлило то, что один из них сломал ногу, организатор назвал это «фатальным фактором». Не было оснований считать, что вот мы пришли в 10 утра, ребята, надо срочно бежать вниз. Сложно обвинить их в несоблюдении тайминга. Они начали пытаться выйти на связь примерно в 12 часов дня, операция началась только часов в 5 вечера. «Они пусть сами дадут оценку своим собственным действиям», — раскритиковал действия МЧС Алимов. Тем не менее представитель ведомства Айгуль Гулиева отметила, что сообщение о том, что группе альпинистов требуется помощь на высоте 5,4 тысячи метров на Эльбрусе поступило в 17 часов 10 минут. Версию о том, что первый сигнал о спасении подавался в 12-13 часов Гулиева назвала «невероятной». Она предположила, что оповещение могло не дойти, или его не получилось передать с первого раза. Как только поступает сигнал, у нас базируются спасатели, которые первыми выходят на поисково-спасательные работы, они всегда на готове. Они тут же выходят, объяснили в МЧС. Как отмечает интернет-портал, в полдень 23 сентября на этой же самой частоте сигнала помощи зафиксировали другие альпинисты, которые были наверху на Эльбрусе. Ранее, 23 сентября, группа альпинистов запросила помощь из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, стало причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.